Подопечные программы «Море доброты» Алине Веселовой требуются лечения для борьбы с последствиями перенесенного тяжелого вирусного заболевания. В поддержку девочки из Заозерска в Мурманске состоялся благотворительный концерт. Все вырученные деньги направят на оплату поездки в испанскую клинику Тион, но это лишь малая часть требуемой суммы. Сбор продолжается. У малышей из русских потешек ответственное выступление. На этот раз своими частушками они только вызывают всеобщее умиление, но и помогают ребенку, которому в жизни повезло гораздо меньше. Алина Веселова ни петь, ни танцевать, к сожалению, не умеет. Они с мамой Натальей живут в Заозерске и из-за тяжелого состояния приехать на концерт не смогли. После перенесенного вирусного энцефалита Алина оказалась прикованной к постели. Постоянные осложнения, поражения нервной системы превратили жизнь малышки в кошмар. Девочка нуждается в реабилитации, но далеко не везде ее готовы принять. Согласилась испанская клиника Тион. На эту поездку сейчас и объявлен сбор 22 тысячи евро. В России, насколько я узнавала, такую диагностику нигде не проводят. Там полностью она сутками будет находиться под наблюдением, чтобы найти лучший метод излечения ребенка. Это средство, которое сейчас собирают, это только первый этап по пути излечения Алины. Вход на концерт бесплатный. Каждый желающий может опустить в бокс в виде сердца любую сумму, которая пойдет на оплату лечения Алины. Сами артисты тоже помогают, не только творчеством. Рядом работает благотворительная ярмарка. Ученики про гимназию вместе с педагогами продают подделки. Выручка пойдет на благое дело. Цена за товар та, что предложит покупатель. У нас проходят, кроме того, еще благотворительные разного рода акции в поддержку того или иного человека. И поэтому, когда позвонили и попросили зал для такого мероприятия, ну, конечно, как я могу отказать? Ну, это просто невозможно. А насчет того, как быстро собрали концерт, это буквально звонок каждому руководителю коллектива, и никто не отказал. Чтобы собрать средства на оплату услуг врачей, волонтеры планируют целый ряд благотворительных акций. Этот концерт-ярмарка принес фонд Алины 30 тысяч рублей.